Будьте благословенны, каждый, кто сейчас смотрит, кто сейчас здесь. Итак, тема проповеди будет называться «Творящей Его волю». Смысл не в том, чтобы делать для Бога что-то, а в том, чтобы делать то, что Он хочет, то, что Он желает, то, что Он заказывает. Иногда мы думаем, Господи, в нашей жизни вот мы Тебе служим, служим, а у нас не хватает денег. Господи, почему денег у нас нет? Ну, Господь очень просто может тебе ответить, что Он только за ту пиццу платит, которую Он заказывал. Эту пиццу Он не заказывал, это твоя пицца. Вот за нее плати и ее кушай. Послушайте, очень часто мы вовлекаем Бога в свои проекты. Очень часто мы собираемся какими-то советами, братскими, сестринскими, я не знаю еще какими. И мы решаем, мы решаем, что будет, что мы будем делать, какие мы будем делать проекты. Но часто эти проекты могут оказаться человеческими, даже если они добрые. Знаете, Богу не нужны добрые проекты. Я вам объясню, что добро включает в себя зло. Добра без зла нету. Нету такого. Нету добра без зла. Даже если эта пища сейчас съедобная, через три дня она испортится и будет отравой уже. Ты ее не будешь кушать. Ты ее уже на следующий день. Или через два дня уже не кушаешь. Ты ее выбрасываешь. Но когда-то она была хорошая. То есть добро включает в себя уже запрограммированное зло. Но часто мы думаем, что если я что-то хорошее сделаю во имя Бога, это будет так чудесно, это будет такая аллилуйя большая, ничего не будет. Это всего лишь твой Измаил. Это твои усилия. Это твои усердия. Самое сложное, что может быть в жизни христианина, это жить по воле Божьей. Друзья, чтобы жить по воле Божьей, нужно умереть для себя. Иисус сказал, кто следует за Мною и не берет креста своего, тот не достоин Меня. А что такое крест? Конечно же, это не две деревянных балки. Не об этом кресте Иисус говорил. Иисус говорил о воле Божьей. Его крест, то есть твой крест, это ты лично, осознанно выбираешь волю Божью. Бог тебе не навязывает ее, но ты ее выбираешь. Ты знаешь, что Бог для тебя приготовил, и ты это выбираешь. Ты с этим согласен. Если тебе легко делать то, что ты делаешь для Бога, проверь, воля Божья это или нет. Послушайте, очень много раз, когда Бог призывал людей, они не хотели это делать. Мы думаем, уху-ху-ху, нас бы Бог избрал. Мы бы прыгали, я не знаю, на три метра, наверное, в воздух подлетали бы от радости. Но когда Бог призвал Моисея, он говорит, Моисея, я призываю тебя, ты нужен мне. Ты нужен моему народу. Я избрал тебя, я готовил тебя. А Моисей говорит, а я не хочу. Мне не нравится этот сценарий. Я вот не хочу вот так вот. Я не хочу возвращаться туда. Я не хочу снова идти в Египет, чтобы еще с фараоном говорить. Злить его. Он же ненормальный. Кто знает, что он сделает со мною? Да и у меня уже язык, я разучился говорить. Знаете, у него было много причин, чтобы отказать Богу. Но послание евреям говорит о Моисее, как о герое веры. Написано, что он почел страдания Христовы больше для себя, нежели царские сокровища. Сокровища, которые ему принадлежали там в Египте. Он предпочел страдания за Христа. Представьте. То есть тогда он взял свой крест. Тогда, когда Бог говорил с ним. Когда Бог призывал его, он говорит, я не готов, я не могу. Да это слишком сложно. Понимаете? Вот что такое воля Божья. А мощно ли это? Это мощно, поверьте. Это служение очень мощное. Моисей, он герой веры. Он авторитет. Он сделал просто невероятное. Он вывел народ Божий из рабства. Какая ему благодарность. Бог не мог никого найти, потому что все остальное – это рабское мышление. Только один был еврей на то время, у которого было свободное мышление, с кем Бог вообще мог поговорить. А остальное – это были рабы, которым нужно было только материальное – поесть, поспать и еще там что-нибудь сделать. Многие сейчас люди просят Бога. Маленькое отступление. Просят Бога о помощи. Бог, я мучаюсь. Бог. Вот как израильский народ. Написано, что Господь услышал вопль народа своего. Он так и сказал Моисею. Я услышал вопль народа моего. Иди и выведи мой народ из Египта. Я услышал вопль. Понимаете? Это не была такая молитва, что, о, Господь, было бы неплохо, если бы мы чуть лучше жили бы. Нет. Они уже орали. Это уже был вопль. Они уже настолько были измучены этой рабской жизнью, что они не видели никакого просвета, никакого смысла дальше так жить. И они говорили, где этот Бог? Где этот Бог? Где Бог? Где Бог отцов наших? И Господь услышал их. Пришел и освободил их. И вы знаете что? Сейчас многие люди просят Бога освободить их. Но что с вами произойдет, когда Бог освободит вас? На кого вы станете похожими? Может быть, вы станете похожими на израильский народ, который был уже на свободе? Вот Бог их вывел из Египта. И что они? Бог им нужен был? Нет. Нет. Это сто процентов. Израильскому народу живой Бог, который вывел их из Египта, не нужен был. Они сказали Арону, сделай нам Бога, который вывел нас. И Арон сделал им Бога, который их вывел. И это было ужасно. Это, оказывается, был бык золотой. И они и деньги нашли, и золото нашли. И что? И поклонялись Ему. Танцевали и блудодействовали. Вот что жило внутри их. А Бог им для чего нужен был? Чтобы решил просто их проблемы. Так же, как в этой притче о десяти прокаженных. Только один вернулся к Иисусу. Другим Иисус не нужен. Все, они больше не прокаженные. У них все чики. Все наладилось в жизни. Все, теперь можно идти к людям. К женщинам можно идти. Можно идти гулять, куда хочешь. На любую работу можешь. Пойти учиться. Все. Бог тебе уже не нужен. И я вот смотрю, мне так печально. В жизни людей, у которых все прекрасно. Все настроено. Я смотрю, сколько раз я звал людей. Приходите на собрание. Да, да, вот да. Вроде бы согласны. Ну, там что-то у них вот. Знаете, хобби какое-то там еще. Одного знакомого пригласил. И он говорит, у меня в воскресенье занятый день. Кстати, он может смотрит. Приветствует. Я говорю, а что такое у вас воскресенье? У меня теннис. У меня теннис вечером. Да? А-а-а. Да-да-да. Туда-да. Туда-да. Чего там в 11 на собрание-то идти? Чего с верующими общаться? Конечно, тогда надо идти на теннис. Какие проблемы? А-а-а. Золото вам нравится, да? Золотой теленок. Которому сегодня весь мир падший поклоняется. Падший поклоняется ему, потому что он им дает силу и власть, и влияние. И вот представьте, каково сердцу Бога смотреть на весь этот вот сумбур. Его люди. Вроде бы его, похоже на его, а совсем чужие. И он им не нужен. И он им не нужен. И теперь представьте. Бог знает, что ты ему не нужен. Но именно он просит тебя ответить. Он просит Бога, ответь мне, ответь мне, помоги мне. Мне больше некому идти. Бог отвечает. И все, и человек пропал. Человеку Бог не нужен. Очень странно. Очень странно. И мне кажется, немного даже глупо где-то оправдываться, почему ты не можешь быть с Богом, быть с Божьим народом, быть в церкви. Как-то все это как-то очень странно. Люди даже сегодня не могут сказать, да-да, нет-нет. Они даже сегодня не могут сказать, это черное, а это белое. Они начинают оправдываться. Зачем твои оправдания кому-то нужны? У тебя своя жизнь. Ты то, что ты выбирал, ты будешь от этого питаться, ты будешь жить от этого, от своих выборов. Итак, смысл не в том, чтобы для Бога что-то делать. Иисус не призвал учеников и сразу дал им задание, что делать. Нет, они просто ходили с ним, чуть-чуть помогали ему, были с ним. Его задача была, чтобы они познакомились с ним, узнали его сердце, узнали его интересы, узнали его цели, чем он дорожит. Понимаете? Приоритеты узнали, чтобы они пропитались этой атмосферой, а потом, чтобы он уже потихонечку им чего-то давал. Не спешите для Бога что-то делать, потому что вы можете не сделать для Бога, а только русские поймут, а наделать для Бога. А наделать для Бога не надо. Он тебя это не просит. Матфея 7 глава, 21 стих. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесное. Что может быть более яснее? Уже что? Уже как яснее рассказать людям, кто попадет в Царство, кто не попадет? Но если ты слышишь волю Божию, ты слышишь Слово Божье, но для тебя это, ты считаешь, это они должны, это пастор должен, а я нет. Я маленький человек. Ну тогда и в Царство ты не попадешь. Потому что здесь сказано, не всякий, говорящий, Господи, Господи. Если бы Иисус закончил бы на этом, тогда был бы вопрос, Господи, а вообще стоит ли тогда говорить-то, Господи, Господи? Дело не в том, что ты говоришь, Господи, Господи, а дело все в том, что ты лицемеришь. Ты как бы обманываешь себя же. Ты вроде бы говоришь, Господи, а Господи, это означает начальник, господин, это начальник. И ты обращаешься к Богу как к господину, как к начальнику, но ничего не хочешь для Него делать. Ничего. Есть вещи, которые не надо у Бога спрашивать. У тебя есть совесть, и ты по совести просто помог кому-то. Понимаете? Не надо особо ждать воли Божьей, что если ты видишь, человек сейчас упадет, поддержать его. Понимаете? Я не об этом говорю. Я говорю о том, что люди хотят служить Богу, как они этого хотят. Или как они увидели, что кто-то делает. А в нас, в людях, это очень часто проскальзывает. Или Маволф. Он увидел, какие творит Филипп чудеса. Он увидел, что через возложение рук подается Дух Святой. Он это увидел. Он увидел такие чудеса, которых он никогда даже представить не мог. А представьте, он волх, колдун, который только что, за несколько дней до Филиппа, изумлял колдовством людей. И люди были заворожены. Были под впечатлением от этого колдуна. И туда всего лишь приходит Филипп. Благовестует им Христа. И начинаются чудеса. И Элима Вов вдруг из такого великого колдуна становится маленьким колдунишкой. И он с открытым ртом стоит. Потом приходит к Филиппу и говорит, дай мне твою силу. Я тебе деньги, на тебе мешочки с золотом. Я готов все отдать, потому что я заработаю сейчас еще больше. Мое шоу увеличится. И знаете что? Многие люди, когда уверовали в Бога, они же не знают, что делать для Бога. Но они видят, о, такой служитель. О, такой служитель. Вот так говорит, помазанно говорит. На самолетах летает. Там везде отдыхает. Люди его встречают. Люди, он в такой спросе. Понимаете? И люди начинают этого хотеть. Но Господь говорит, Божий народ. Не пожелай чужого. Не пожелай чужого. Это грех. Да, есть хороший пример для нас. И мы, как бы, знаете, можем брать пример. И, как бы, да, кто-то представляет. О, я тоже великий там служитель. Но ты представляешь. Но когда ты без Бога, когда тебя Господь к чему-то другому призывал. И ты сказал, о, не, это не для меня. И ты выбрал себе служение сам. Ну, тогда это опасность. Вот тогда это опасность. Поверь. Потому что все, что ты сделаешь для Бога, тебе не зачтется ни капли. Хуже того, ты будешь отвергнут и брошен в ад. Кем? Господом. Правда? Ты не врешь? Ты вот здесь стоишь? Ты не обманываешь никого? Нет, я не обманываю. Давайте прочитаем дальше. Сразу следующий стих. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И вот, послушайте, 23 стих. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Я никогда не знал вас. Я никогда, никогда не знал вас. Вы для меня чужие всегда были. Я для вас никогда не стал целью. Я никогда не стал для вас приоритетом. Все, что вы хотели, вы хотели шоу. Вы его получили. Почему вы сейчас что-то хотите от меня? И что он им скажет? Я никогда не знал вас. Отойдите от меня. Делающие беззаконие. Когда мы для Господа делаем то, что мы решили, это надо делать, тогда это беззаконие. Самуилу было сказано слово от Бога. Саулу, извините. Царю было сказано слово через пророка. Было четко проинструктировано. Сделай вот так. Сделай вот так. Придешь, истреби. Ты должен оставить пепел. Ты должен прийти в эту страну и оставить пепел. Точка. И ушел. И что? Он взял и все сделал по-своему. Тогда ему стали задавать вопросы. Ему тогда стал задавать пророк Самуил вопросы. А разве тебе не сказано было вот так делать? А это я сделал, потому что вот так. Зачем ты сейчас оправдываешься? Ты же царь. Ты же четко знал, что надо делать. Вы не делайте того, что я говорю. Послушайте, братья и сестры. Нам всем сложно. Вот расслабьтесь. И глубоко можете вдохнуть и выдохнуть. И так три раза сделайте. И послушайте. Это всем очень тяжело. Вы не думайте, что кому-то легче волю Божью исполнять. А кому-то трудно. Я могу шутить. Я могу, знаете, подкалывать кого-то. Но всем тяжело волю Божью исполнять. Потому что так много хочется своего. Знаете, одаренные люди обижаются, когда их мнение не слушают. Они говорят, а зачем я тогда нужен? Вот таким был Саул. И он говорит, я такой одаренный. Я на голову выше всех. И я красавец. И я такой умный. И тем более народ такой вообще классный. Он мне из проклятой добычи народ посоветовал. Давай лучше это Господу принесем. Но Господь тебе сказал, уничтожить это? Он не может это принять. Это гниль. Это гея. Извиняюсь за выражение. И ты говоришь, давай Господу это принесем. Ты в своем уме. Ты Господу несешь то, что Он проклял. То, что Он сказал истребить. И Он стоит и еще пытается оправдаться. Вот что проблема. У Давида было все по-другому. Он просто падал и говорил, грешник, да, грешник вообще. Страшный грешник. Расстреляйте, сделайте, что хотите. И Давид сказал, только меня Господь на суд в руки людей не отдавай. Ты меня суди. Я знаю, что ты судья справедливый, добрый. Только людям не отдавай. Итак, Господь здесь говорит. И тогда объявлю всем этим служителям. А это служители, это не кулдуны. Кулдунов другая участь, они в другой категории, в другой очереди. Это совсем другие люди. Эти люди, о которых здесь сказано, они говорили Господи и творили чудеса. Послушайте, мы ревнуем о чудесах. Я ревную о чудесах. Вы, может быть, ревнуете о чудесах. И это неплохо. Это неплохо. Но когда мы начинаем воскрешать всех, понимаете, всех исцелять, всех подряд. А Господь пришел в эту Вефезду и исцелил только одного. Там что, не было больше хромых? Почему? А в другом месте написано, что Он всех исцелил. А в этом месте Он только одного, 38 лет, страдающего, расслабленного, исцелил. Только одного. Почему? Потому что Он четко следовал инструкции. Сейчас это делай, это не делай. Иисус четкости делал. В четкости. Вот что мне нравится в Иисусе? Четко, никогда не оправдывался, всегда был послушен, всегда восхищался. Если вы видите, какую Иисус получил награду. Вы скажете, да, Он ее заслужил, Он по праву ее получил. То, что Его превозносят, Его поклоняются. И знаете, что самое главное? Его любят. Именно послушание является ключом к успеху. Именно то, что Иисус был послушен Отцу. Послание пишется, что Он был послушен даже до смерти. И смерти на кресте. Иисус был послушен. Это говорит о том, знаете, когда говорится, Он был послушен. Это говорится о том, что у Него были варианты не слушаться. У Него были свои варианты. У Него были свое понимание. Он мог бы сделать по-своему. И Он даже пытался, даже хотел сделать по-своему. Но так, чтобы не ранить Отца. И Он понял, что не получается. Вот не получается себя втискивать в волю Божью. Вот как Господь для тебя усмотрел. Вот так и должно быть. Тем ты и должен быть. И ты должен развиваться. Как ты будешь развиваться? Когда ты будешь слышать Его голос. Когда ты родился свыше, у тебя появилась способность слышать голос Божий. И когда человек слышит голос Божий, у него появляются взаимоотношения. Он может разговаривать. Давайте вспомним, что Самуил, это был выпрошенный ребенок. Женщина бесплодная, которая не могла рожать. С Божьей помощью. Божье чудо. Она, Анна, могла родить. Бог ей сказал через пророка, что у нее будет ребенок. Она не могла рожать. И она плакала от этого. Она, знаете, у нее было огорчение. Но Бог дал ей сына. Она дала обет Богу, что когда он повзрослеет, то есть от груди будет отлучен, она приведет его в храм. Может быть, два годика. Может быть, годик с лишним. И она привела его в храм. На ножках, за ручку привела, отдала. И говорит, что ты будешь жить теперь в храме. Ты будешь служить Господу. Я тебя отдала. Ты Божий. Вот этот рожденный ребенок, Самуил, он мог слышать Бога, понимать? Он мог с ним рассуждать, разговаривать, задавать вопросы? Нет, он не мог. Он был призван Богом, но он не мог. И когда Бог звал его Самуил, Самуил, он не понимал, он думал, что это его дядя священник зовет. И он вставал с постельки и бежал. И говорит, что, дяденька, что, священник, что вы меня звали? А он говорит, а я тебя не звал. Это не мой голос был. Иди ложись спать. И он пошел, лег спать. Спит, спит, спит. Опять Самуил, Самуил. И так три раза. Видите? То есть, Бог с ним разговаривал. А он должен был научиться понимать. О, вот сейчас Бог со мной говорит. О, понимаете? И он впоследствии, он научился этому. И Бог с ним стал заговорить, что произойдет с Ильей, что произойдет с сынами и так далее. Давал ему конкретные инструкции. Помазать. Понимаете, потом у него развилось. Так же и мы. Мы когда родились, может быть, мы что-то слышим. Может быть, мы слышим Бога. Но потом мешаем эти голоса с другими голосами. И нам нужно этому учиться, чтобы четко отделять один голос от другого. Голос пастыря отличать от голос чужого. Это важно. И когда мы научимся этому, обязательно Господь будет с нами разговаривать. Он будет показывать нам наше будущее. Он будет показывать нам, какие дела нам надо делать. Какое призвание у нас. Мы иногда зависим, думаем. Вот мне в церкви не дают пробиться. Не дают кафедру. Не дают того. Не дают того. Другим дают. Мне не дают. Знаете, разные есть проблемы. А мне хочется сказать, проблема. То есть, мне хочется сказать к этим людям. Так что у Господа для вас? Вы пойдите и узнайте. Причем здесь люди дают, не дают. Весь мир открыт. Весь мир открыт перед вами. Общайтесь с Господом. Обязательно вас будет вести. Вы пообщаетесь с Ним. Еще раз пообщаетесь. Еще раз пообщаетесь. А потом Он уже что-нибудь попросит вас сделать. И когда вы выполните, вы получите большую радость. Так что вы придете и скажете. Это радостно служить Господу? Потому что Бог дает такую радость. Аллилуйя. Иногда мы все обращаем, знаете, в легкотню. Служить Богу легко. Я служу Богу. У меня нет никаких проблем. Нет. Послушайте. Служение Богу действительно, это радостно. И даже если приходят проблемы, ты вместе с Богом решаешь их. Есть трудные ситуации. Есть легкие ситуации. Но у тебя всегда есть на кого положиться и кто поддержит тебя. Даже когда тебе плохо и одиноко. Но это не говорит о том, что я служу Богу и мне так легко. Может быть, ты не служишь Богу, раз тебе так легко. Никакого противостояния. Никаких атак на тебя. Как так? Значит, ты не опасен дьяволу. Значит, ты не опасен для ада. А если ты не опасен для ада, ты на радарах его не существуешь. Значит, и на радарах царства тебя тоже, скорее всего, нет. Не находи объявлений. Не находи оправданий. Иди к Богу. Иди, чтобы тебя не привели к Богу. Болезнь, смерть, рак, нищета, голод. Да, 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 да. Вы не ослышались. Да, 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 да. Блудного сына кто привел к Богу? Смерть. Он сказал, я, сын, умираю от голода. Понимаете? Состояние человека. И он не врал. Если бы вы у него увидели, там были кожа да кости. Бомжара бомжом. И что он сделал? Он пришел к отцу. Он мог раньше прийти к отцу? Мог. Мог. Но не хотел. Еще много боролось в нем. Много сопротивлялось. А когда сопротивляться уже нечего, ты уже умираешь. Вот тогда многие приходят к Богу. Помолитесь за нас с ими диагнозами. Может, этого диагноза и не было бы, а? Может, не разрушилась бы твоя жизнь, если бы ты все-таки к Богу пришел бы. И послушай, если ты придешь в церковь, то здесь тебе обязательно о Боге расскажут. Наша церковь не превратилась в церковь, где мы говорим о чем-то, о ерунде. Конкретно говорим о Слове Божьем. Конкретно призываем тебя верить в Бога. Ты не ошибешься, если ты придешь. Но не жди, чтобы тебя привели, а еще хуже, принесли бы. Восемь сильных мужиков. Это чтобы вы подумали.